В Тверских школах проходят уроки безопасности в рамках кампании по профилактике детского травматизма. Об основных правилах поведения на дороге младшим школьникам рассказывают сотрудники ГИБДД. Один из таких полезных уроков прошел сегодня для учеников 1-го А-класса 38-й школы. Вот такой дорожный знак, наш помощник для пешеходов. Пешеходный переход. Мы в этом месте должны перейти с вами дорогу и самое главное безопасно перейти. Мы смотрим сначала налево, потом направо, а потом еще раз налево. Помнишь? Запомнили? Как избежать дорожных ловушек, чем отличаются светофоры для автомобилей пешеходов и где можно кататься на велосипедах и самокатах? Обо всем этом подробно рассказывает инспектор ГИБДД, чтобы заранее уберечь детей от неприятностей. В августе месяце, не как обычно в сентябре, стартовал месячник безопасности. В этом году, в 2020 году, губернатором был объявлен месячник уже в августе месяце. Мы проводим профилактику детского дорожного транспортного травматизма в детских садах, в школах, в автошколах. На родительские собрания ходим, проводим занятия с родителями, как нужно правильно и безопасно перевозить детей. Чтобы все в целом, вот эти наши мероприятия свели к тому, что дорожного транспортного происшествия в нашем городе стало меньше. Систематическая работа с детьми, начиная с детского сада, дает хорошие результаты. Например, первоклассники уже знают правила на зубок. Дорогу надо переходить, посмотрев налево и направо. Если будут машины, то надо подождать, чтобы они проехали. К машине должно быть детской кассе, и нужно обязательно постигнуться. В школе ежегодно формируется отряд юных инспекторов дорожного движения, которые участвуют в городских соревнованиях на знания правил ПДД. В каждом классе есть свой уголок безопасности. Педагоги считают, что важно обсуждать безопасное поведение не только с детьми, но и с их родителями. Ведь ребенок учится именно на примере взрослых. Через родительский чат мы передаем информацию о том, как предупредить детей о какой-либо опасности. И обсуждаем. Можем поделиться какими-то мнениями. В конце урока первоклассники получили специальные памятки, с помощью которых они смогут закрепить пройденный материал и вместе с родителями построить свой безопасный маршрут от дома до школы.